Центром праздника в Астане сегодня стал бульвар Нуржол, соединяющий два символа столицы Байтирек и Ханшатер. Необычные инсталляции, перформансы, павильоны оригинальных художественных решений, ярмарки и фестивали. Центральный бульвар Астаны превратился в одну большую галерею искусства прошлого и современного. В атмосферу праздника окунулась на Зияту Якова. Астана в эти праздничные дни как никогда гостеприимно и многолюдно. На бульваре Нуржол главные площадки традиционного и популярного фестиваля Астана Артфест «Яблоку негде упасть». Он работает уже почти три недели. Именно сегодня, в день рождения столицы, здесь появились новые уникальные арт-объекты. Полные новаторства и жизни, кинетические, то есть ветряные скульптуры. Работы с глубоким философским подтекстом и, наконец, инсталляция открыта, призывающая задуматься и измениться. Допустим, о чем говорит вот этот арт-объект, понять несложно. Яна Малиновская, главный куратор фестиваля, тем не менее поясняет. Именно такую картину горы пластиковых бутылок и видят чаще всего любой путешественник в любой точке мира. Они рассказывали, что эти пластиковые острова выглядят именно так. Они выглядят очень страшно, плотно. И кажется, что ничего невозможно сделать, когда такая махина движется на тебя где-то в таком водном пространстве. Или вот эта нетривиальная трактовка кочевой юрты – дело рук японца Шина Шокиты. Иностранец признается, его юрта-раковина вполне может пригодиться современной Астане в качестве автобусной остановки. Она, в частности, антивандальна. Большой интерес в основном со стороны детворы и к этой яркой, заманчивой детской площадке. Ее автор Ерлан Хамижанов совсем не прочь посотрудничать с властями города. Он надеется, что его арт-экспонат уйдет не просто в народ, а в массовое производство на заводах. Современные детские площадки, они, на мой взгляд, немножко скучноваты. То есть сейчас нужно делать, есть возможности, желания и, главное, запрос у людей самих иметь во дворах детские площадки яркие, привлекательные, чтобы они радовали глаз. Или такие вот павильоны, совсем погружающие гостей фестиваля в мир, полный тайных смыслов и художественной недосказанности. В День Астаны их появилось сразу несколько – павильон «Намат-2.0», фэшн-павильон и павильон промышленного дизайна. Самое удивительное – в общей философии арт-фестиваля, идеях кочевничества, проглядывающих каждый из порой весьма эксцентричных работ. Важно, насколько путешествуя, ты несешь ту локальную культуру, тот культурный код внутренний, который есть у тебя свой. Можешь ли ты поделиться, можешь ли ты его продемонстрировать, можешь ли ты его защитить, и можешь ли ты, будучи включенным в мировые все истории, живя, путешествуя, общаясь с другими людьми, можешь ли ты передать это им? Могут ли они считать это, могут ли они это увидеть? Пока в одной части города художники и скульпторы завышляют о неономадизме через призмы творческих изысканий, совсем рядом то самое царство древних намадов. Танцующие батыры, зеленая трава под ногами, пусть это и искусственный газон, и сотни очарованных казахстанцев. Фестиваль кочевой цивилизации в который раз пленил праздничную Астану. Фестиваль кочевой цивилизации, ставшей для Астаны уже традицией, это смесь всего самого зрелищного и увлекательного. Здесь и самый настоящий восточный базар, где все, естественно, торгуются. И такие вот, смотрите, посиделки на траве, люди, видимо, подустали от всех этих впечатлений. И даже такой вот стихийный концерт многоуважаемых опашек. В их руках предметы быта кочевых казахов, а в памяти события целой эпохи. Но главное – песни, любимые народом на протяжении многих лет, живущие в сердцах миллионов. Фестиваль тысячелетия вокруг Астаны поражает своим многоголосим и неповторимым сочным колоритом. И таких мероприятий в эти праздничные дни в столице больше двухсот. Очень прекрасный город, современный город, молодежный город. Все здорово, что у нас есть такая красивая столица. Как и столичный арт-фестиваль, в рамках которого сегодня проходят и музыкальные, и театральные представления, и целый арт-форум, так и город-кочевников, будут открыты вплоть до 10 сентября, то есть конца работы выставки Экспо. Взят у Якова Бекбалат Базаров и Иганя Ушумбаев. Итоги дня.